Я читаю место священного писания, записано первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Кто знает, что там написано? Мы сегодня только утром, в самом начале собрания, приветствовали друг друга этим стихом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем о смерти Господа нашего Иисуса Христа, как о великом празднике. Это не траурное служение, это радостное служение для нас. Христос Иисус умер, и Он воскрес. Писание говорит, если бы Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, правда? Тщетна и вера наша. Если бы им просто говорили о смерти Христа, что просто умер, был такой человек Иисус, был хороший человек, был пророк, совершал много чудес, творил много добра, ну, взял и умер. То в этом не было бы и никакой силы для нас. Но Иисус Христос воскрес из мертвых. И, мало того, Он воссел Одесну и Престола Величия на высоте. И сегодня ходатайствует за нас там на высоте. Мало того, Он воссел там на высоте, послал Духа Святого к нам, умолил Отца. И в наше сердце пришел Дух Святой. И Слово Божие говорит, что любовь Божия взялась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И у нас еще есть второй ходатай. Дух Святой, который ходатайствует за нас оттуда с земли. Вы представляете, насколько у нас замечательная жизнь вообще? Иисус для нас ходатай на небесах, а Дух Святой ходатай на земле за нас, находясь внутри нас. И вы знаете, я вот как-то думал, а как же Дух Святой за нас ходатайствует? Как? И мы читаем в послании к римлянам, что Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Находясь внутри нас, Дух Святой часто ходатайствует за нас, когда мы молимся на иных языках. Иногда мы можем чувствовать такую молитву, знаете, как что-то стонет внутри нас. Вроде бы я, вроде бы не я. Бывало у вас такое? Бывало такое? Это Дух Божий, который ходатайствует за нас тогда, когда мы переживаем какую-то депрессию, когда мы переживаем уныние, когда нам кажется, что нас все забыли, что нас никто не помнит, что я вообще никому не нужен. Не нужен ни семье моей, ни мужу моему, вообще ни моим родственникам, ни церкви, никому не нужен. Я вообще забытый человек. И знаете, как в той песне поется? И хочется все бросить и уйти скорее домой. Помните такую песню? Иногда ее поют христиане. Вот был такой случай в жизни пророка Ильи, когда ему показалось, что никому он не нужен. Помните? Совершил такое великое чудо. Сошел Божий огонь с неба прямо на землю. И жертва вспыхнула от огня. И сгорело все. И вода сгорела, и камни сгорели. И все погорело. И даже вот что там, часть земли выскочила в этот огонь, ушла вместе с огнем. И потом после этого чуда посмотрел он, один я, никого нету. Никто, даже с не с кем поговорить, нету друзей. И пошел он там, сел в лесу под можжевеловым кустом в пустыне. Какой-то там, возможно, какой-то перелесок был. Заплакал там и сказал, господи, дай мне смерти. Хочу умереть. А Бог не хотел, чтобы он умирал. Чтобы он умирал, правда? Мы помним, что он потом его вознес в вихре на небо. А человек думал, что уже все кончено. И он молится, господи, я остался один. Души мои ищут. Нету ни друзей, ни товарищей, никого. Но, братья и сестры, когда в таком состоянии человек бывает, переживает на земле, чудеса не радуют его. Представьте себе, я бы как-то думал, почему пророк Илья впал в такое уныние, в такую депрессию. Чудо же только недавно совершилось. Какое чудо? Мало кто из нас таких чудес видел. Я думаю, вообще никто здесь такого чуда не видел никогда. А в то время тем более. И мало того, он постоянно с Духом Божиим двигался. Дух Божий передвигал его. По земле. То есть он был то в одном месте, то в другом. Его никто не мог никогда найти. Помните, люди, которые охотились за ним, приходили к нему. Они говорили ему, слушай, я пойду сейчас скажу Ахаву, что ты здесь, а Дух Божий тебя схватит и унесет куда-нибудь. И потом я окажусь обманщиком, и Ахава с меня голову снимет. Вот так вот человек, представляете, Дух Божий переносил его с одной горы на другую гору. Чудеса сплошь и рядом, а тоскливы было на душе один человек. Поэтому, братья и сестры, святой Господь Иисус сказал, не оставлю вас с кем? Сиротами приду к вам. И прислал нам Духа Святого Утешителя, чтобы нас утешать, чтобы мы постоянно радовались, чтобы мы постоянно веселились в нашем Господе и нисколько не унывали. И Господь научил нас молиться, чтобы мы всегда молились и не унывали. Вот и Он послал Иисуса на землю, как мы уже читали в этом 30 стихе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, чтобы никто не хвалился перед Богом. Братья и сестры, наш Господь Иисус – это наша праведность, это наша премудрость, это наша защита, это наше искупление, это Тот, Который освящает нас сегодня. Я хочу, перед тем, как мы будем совершать преломление, благодарить нашего Господа за эту удивительную жертву, я хочу зачитать из книги пророка Иеремии. Обычно это место не читается на преломление, но вы знаете, как я говорю часто, что все стихи в Библии или все мысли божественные, они переплетены между собой, как жилы у бегемота, если вы помните, то написано, что у него там все жилы переплетены между собой. Ну, вообще не бегемот, а великое животное. Поэтому все стихи, все мысли божественные, они между собой переплетены. Вы можете начать говорить о вере и закончить любовью, начать говорить любовью и закончить раем небесным, чем угодно. То есть все переплетено между собой. Это знаете, как дороги, которые пересечены, вы можете ехать по одной дороге, повернуть направо, налево и уехать на край света. Вот так вот божественные мысли переплетены между собой. Я читаю книгу пророка Иеремия, 33 глава. Ну и третий стих. Говорят, что это номер божественного телефона. Если вы хотите позвонить на небо, то читайте Иеремия 33,3. Вот. Это номер телефона, три тройки. Вот. Ну, знаете, что там написано? А? Ну, давайте зачитаем тогда. Давайте все вместе. 33,3. Номер телефона. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это Бог сказал когда-то пророку Иеремии, когда город был окружен войсками. Иерусалим, в котором он жил в этом городе, пророчествовал там. Говорил о том, что надо обратиться к Богу. Никто его не слушал, ему тяжело было. И вот часто он молился к Богу, плакал перед Ним, обращался к Нему, говорил, Господи, помоги, зачем мне такое горе, зачем вообще я родился на эту землю. Ему тяжело тоже было, как вот мы говорили про пророка Илью. Один был человек. И Дух Божий приходил к нему, говорил к нему, и он пророчествовал, и вот записывал эти все слова, которые Господь к нему говорил. И вот однажды Бог ему сказал, ты ко мне воззови, я тебе отвечу, я тебе покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. И я думал, ну, вот он ему такое Бог сказал, а потом начал говорить про будущее. Я думал, ну как это вот, как-то непонятно, о чем тут великое и недоступное, о чем надо просить. Вот я думаю, если бы нам Господь сказал, вот сказал бы вот вам кому-нибудь, или мне сказал бы так, знаешь что, воззови ко мне, и я тебе покажу великое и недоступное. Что бы вы думаете, Бог вам показал? Ну вот, великое и недоступное, чего вы не знаете. Вот сказали бы, он сказал бы так, так, помолись. Я бы сказал, Господи, ну покажи мне великое и недоступное, чего я не знаю. Что бы он вам показал? Ну, вы когда-нибудь думали об этом? Вот, Новый Иерусалим, колесницу огненную, возможно. Ну, это уже все известно, и про это все написано было. Но вы знаете, когда вот дальше читаешь вот эту же самую 33 главу пророка Иеремии, то здесь интересный такой появляется, как бы такой пикчер, как мы говорим, или картина духовная, что же Бог хотел ему показать. Он хотел ему показать будущее Израиля. Он хотел показать ему будущее народа. Он ему хотел сказать, что, слушай, не переживай, ты плачешь за народ, а я вот тебе сейчас покажу, что же будет с этим народом. Вы можете прочитать эту главу дома всю, я не буду ее всю читать. Я читаю 10 стиха этой же главы, 33 глава пророка Иеремии. И вы скажете, к чему она вообще относится к преломлению? Ну вот мы сейчас увидим, почему этот стих, можно ли эти стихи читать к преломлению. И я читаю 10 стиха, 33 глава пророка Иеремии. И так говорит Господь на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота. Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих, славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его. И голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных этой земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будет жилище пастухов, которые будут покоить стада. «В городах Нагорных, в городах Низмены, в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестности Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь». Ну, вы знаете, вот стада под рукою считающего. Как вы думаете, это относится к нам или нет? Вот будут проходить опять в городах, как вот здесь сказано, стада под рукою считающего. Ну, я поясню, что это такое. Ну, когда у пастуха были овцы, вот, и когда он их выгонял из загона, или наоборот их загонял в загон, там на ночь было определенное огороженное место, то все овцы проходили у него под рукой. Они проходили, и он ложил руку и считал их. Мало того, у него в руке в другой было масло, был кувшин с маслом соливковым. Он мазал, значит, руку свою маслом, окунал масло, и всех овец мазал. Ну, это так по истории говорят. Для чего он это делал? Когда они выходили на пастбище, чтобы шерсть была покрыта маслом, и чтобы мухи там всякие и всякие насекомые не садились и не кусали их. Ну, вот если кто был, жил там в Советском Союзе, тот, помните, были такие оводы у нас водились. Такие мухи, или как их правильно назвать, насекомые большие, которые очень жалили сильно. И животные их очень боялись. А говорят, что там, на юге, или в Палестине, там большущие, огромные были эти оводы, такие вот жгучие, которые кусали очень сильно. И поэтому всех овец мазали маслом. Пастух, когда выходил, он их всех считал и мазал маслом. И тогда эти мухи или оводы не садились и не кусали животных. И животные могли спокойно пастись на стадах. И вот Господь говорит, что вот он, смотря на жизнь Израиля, что мне интересно, он знал все нюансы жизни человека. Знал, что считают овец. Вот, допустим, Господь, если бы говорил, допустим, про пчеловода, он бы сказал, что опять будут разводить пчел, будут разводить улики. И он все знает, как это все делается, как разводится. Вот опять будут стада разводить, будут проходить овцы, и их будет пастух считать всех овец. Но по отношению к церкви это понятно, что всех овец в церкви надо считать. Потому что это же про церковь говорится. То говорилось про стада, сегодня стада эти мало, кто там занимается им. А когда переводим их в духовный смысл, это означает, что в церкви всех святых, которые приходят в церковь, их надо всех считать. И со всеми считаться, и всем уделять внимание, и всех держать, как говорится, во внимании, чтобы ни одна овечка не потерялась, ни один член церкви не потерялся. Вот к чему это место говорится, Господь говорит. И опять будут проходить под рукою стада считающего, говорит Господь. Дальше написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». Ну вот здесь пороческое слово. Как вы думаете, что это за такая отрасль праведная? «Возвращу Давиду и дому Иудину праведную отрасль». Что отрасль праведная? Кто знает, что такое отрасль праведная? «Возвращу Иисус Христос». Спасибо. Это его одно из названий, Господа нашего Иисуса Христа, которое называется «отрасль праведная», которая будет управлять всем миром, всем народом, в том числе народом израильским. И вот здесь сказано, что «возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле». В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему, то есть Господу, «Господь оправдание наше». Это то, о чем мы говорим, когда о преломлении. Мы сегодня читали в начале, что Он сделался для нас, Иисус Христос, сделался премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Он наша праведность. И вот его имя есть, оправдание наше, наш Господь, который оправдывает нас, который после всех всяких бедствий, которые человек испытывал на этой земле, пришел на эту землю, чтобы купить нас дорогой ценой, ценой своей крови, чтобы пролить за нас драгоценную кровь, чтобы избавить нас от суетной жизни, от проклятия, от грехов, от демонов, от болезней, от суеты всякой, от всякого разрушения, чтобы дать нам жизнь и дать нам с избытком. И в этом тексте, начитаем в 11 стихе, интересно, что значит оправдание, что Господь, когда оправдывает нас, а это же пророческое слово, оно исполнилось в свое время в отношении этого царства, иудейского Иерусалима, в буквальном смысле слова, то есть после плена определенного времени, в Вавилоне, люди опять возвратились в Иерусалим, жили там, и оно исполнилось. Но оно также имеет отношение и к нам, как пророческое слово, что когда Господь возвратил к нам спасение, возвратил нам оправдание, Он сделал так или делает так, что в нашей жизни начинают совершаться определенные такие вещи духовные. И что Бог хочет видеть в церкви, в церквях святых, детей своих. Давайте посмотрим на 11 стих еще раз, 33 глава, 11 стих. «Опять будет слышен голос радости и голос веселья в этом городе». Братья и сестры, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, о Его победе, о том, что Он совершил, что Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, потому что мы читаем, Он есть наше оправдание, или это Его имя, оправдание наше, то посмотрите, что происходит. В этом городе, в городе святых сегодня, во всех церквях, должен быть настоящий праздник, как здесь сказано, будет голос радости и голос веселья. То есть церковь, братья и сестры, это место, где люди радуются и веселятся. Это не место, где просто люди плачут, хотя и это тоже есть, когда надо, надо поплакать и со слезами взывать к Господу, как вот здесь говорится, «воззови ко мне, я отвечу тебе». Но, братья и сестры, Господь хотел бы видеть нас радостными. Наутро водворяется что? Радость, а вечером у человека плачь. Бог не хотел, чтобы люди всю жизнь плакали и стонали, и стинали. Вы помните, что в небе не будет слез. Бог отрет, помните, всякую слезу сочей наших, всякую. И хорошую слезу, как мы говорим, от счастья мы плакали, и плохие слезы, от горя мы плакали. Всякую слезу отрестся, всякого человека. На небе, братья и сестры, больше не будет слез. Когда мы получим новые тела, у нас все каналы слезные будут изъяты. Их просто-напросто не будет. Вы заходите поплакать, и вместо плача будете радоваться и смеяться. Вот все будут улыбаться, все будут счастливы. Не будет таких, знаете, иногда нам говорят, вот когда вас на камеру снимаешь, иногда такие люди сидят, радуются, улыбаются, а иногда такие сидят, насупленные, чем-то недовольные. Почему? Ну на земле живут, что вы хотите. Еще же не в раю. А в раю не будет такого, братья и сестры, в небе не будет. Все будут улыбаться, все будут радоваться, все будут счастливы. Бог хотел, чтобы человек, приходя в церковь, с плачем, со слезами, с унынием, выходя из церкви, получал обновление, получал радость, чтобы на его лице сияла радость. Знаете, когда человек радостный и веселый, ему трудно, очень трудно сделать зло кому-то, согласны вы? Это просто невозможно. Ну как вы можете сделать зло, когда ваше сердце полно радости и веселья? Вы ходите с кем-то вместе, давай порадуйся со мною. Вот мы читаем, женщина нашла драхму потерянную, она не стала плакать и стонать на всю улицу и кричать на всех, не кричала на своих соседей, она устроила пир. Почему? У нее радость была. Я нашла потерянную драхму, давайте все радоваться и веселиться. Братья и сестры, это церковь, это церковь, место радости и место веселья, где мы можем радоваться и веселиться. И мы сюда, когда приходим, приходим с этим зарядом, чтобы передать другому человеку, который, может быть, придет с унынием, с депрессией. И мы возлагаем руки, мы молимся, мы благословляем, чтобы человек ушел, освободился, снял с себя эту тяжесть. Как Христос говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененно, я успокою вас. Сниму с вас ваше бремя и дам вам свое, а мое бремя легкое и счастливое и радостное. Вы будете идти по жизни всегда радоваться и всегда веселиться. И так это сделал наш Господь через свое оправдание. Когда Он нас оправдал, Он хотел видеть нас всегда радостными, всегда веселыми и всегда счастливыми. Дальше, смотрите, что еще здесь написано в 11 стихе. Это как бы ключевой стих, который мы сегодня изучаем. Он говорит, что опять будет слышен голос жениха и голос невесты. Вот в церкви, то есть как бы или в Иерусалиме в то время, он говорит, будет слышен голос жениха и невесты. Ну понятно, что и у нас тоже слышен голос жениха и невесты периодически. Вот там люди выходят замуж, женятся, берут кого-то замуж, кто-то выходит замуж. И происходит, ну я думаю, что это не об этом речь идет. Вот вам такая загадка, что это значит в духовном смысле? Что слышен голос радости и веселья с одной стороны, а голос жениха и невесты с другой стороны. Что это за такое? Вот в церкви есть такой голос радости и веселья. Все веселятся, все радуются, аллилуйя, слава Господу, мы благодарим тебя. А потом должен быть еще голос жениха и невесты. Ну вот если у нас сегодня нет жениха и невесты, то что тогда? Порочество не сбылось, что ли? Ну, что вы думаете вот по этому поводу? Что это за такое в духовном понимании? Это так, что у нас небольшая такая загадка на сегодня. А? Ладно, я вам, если так напряженно думаете, то наконец задумайтесь, конечно же. Ну что тут объяснять? Тут просто простого. Голос жениха и невесты – это же голос любви, братья и сестры. Ну что вы так долго думаете? Разве вы не знаете, что жених и невеста – это же два сердца, как мы поем в песнях на свадьбе. Съединились воедино. Это голос любви Божией в сердцах наших. Вы знаете, церковь – это место радости и веселья с одной стороны, а с другой стороны – это место, где люди все друг друга любят. Любят по-настоящему. Любят так, как жених любит невесту и как невеста любит жениха. Не просто так, знаете, вот брат, я тебя люблю, а с тобой общаться не хочу. Ну представьте себе, вот жених пришел бы к своей невесте и сказал бы, знаешь, я тебя люблю, но общаться с тобой не хочу. Она бы сказала, да иди отсюда, такого не хочу жениха. Правда? А здесь, говорится, Бог хотел видеть в церкви голос жениха и невесты, то есть голос любви по отношению друг к другу, братской любви в церкви, когда мы любим друг друга по-настоящему, так, как Христос любит нас. И Дух Святой над этим работает. Я вижу, что вот в нашей общине, которая у нас небольшая община, но Дух Божий ведет нас к этому, чтобы мы радовались, веселились, голос Божий уже слышен в наших сердцах, мы начинаем радоваться, веселиться. А с другой стороны, Бог соединяет нас узами любви. Вы знаете, что такое узы человеческие? Вот написано узами человеческими, я влек их себе. Кто помнит, что это такое? Ну я же по теме говорю, ну что вы не можете догадаться. Узы человеческие это что? Узы любви, спасибо, наконец-то. Вот. Узы человеческие, Господь говорил, я влек их узами человеческими, узами любви влек их себе. Вот, что Господь хочет видеть, голос радости и веселья и голос любви друг к другу. Как жених любит невесту, как невеста любит жениха. Это атмосфера церковная. И если вы приходите в церковь, и вас так никто не любит, и вы никого не любите, это очень печально. Это очень печально. Поэтому Дух Божий сказал, я хочу видеть, это будет так, что в Иерусалиме, а Иерусалим это правообраз церкви Христа, общин Божьих, там будет вот это. И вот об этом он говорил, обращаясь к Иеремии, что ты воззови ко мне, а я тебе покажу вот эти вещи. Я тебе покажу, что в церкви всегда будет радость и веселье, я работаю над этим. Я тебе покажу, что в церкви будут люди любить друг друга по-настоящему, так как жених любит свою невесту, и невеста любит жениха. Но, братья, это еще не все. Читаем дальше. И также Господь говорит, здесь будет голос говорящих, славьте Господа Савауфа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих жертвы благодарения. Вы знаете, мы находим еще третье, что в церкви будет. Люди будут постоянно Бога благодарить. Благодарить. Жертва благодарения и постоянное песнопение, выражение благодарности. Голос приносящих жертву благодарности в доме Господнем. Это Бог хочет слышать от нас сегодня. Жертву хвалы, жертву благодарения, не жертву ропота. Такого нет, такой жертвы. Это уже, если и есть такая жертва, так это бесовская, братья и сестры. От такой жертвы, от ропота, вы знаете, многие люди погибли и не вошли в обитованную землю. А Бог хотел видеть, чтобы у нас был вот этот голос благодарения, ибо Он сказал, ибо Я возвращу пленных земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так что Господь хотел бы нас... Это есть плен, когда у человека нету радости, нету любви и нету благодарности. Это человек, находящийся в рабстве, в пленении вот Вавилона этого, тьмы, греха, беззакония, мира сего. А когда в человеке есть радость от Бога, есть любовь Божия и есть благодарное сердце, поющее сердце славу Ему и хвалу и благодарение, это то, что Господь хочет видеть от нас. Итак, сегодня у нас это праздник. Бог хотел бы, чтобы у нас была слышна песня «Голос радости и веселья», также «Голос Божьей любви» и «Голос хвалы и благодарности», как здесь написано, «приносящая жертву благодарения в Доме Божьем и поющая Ему славу, говорящая, что славьте Господа, ибо Он благ, вовек милость и его». Это наша песня, которую мы сегодня поем. Я думаю, эти три мысли нетрудно запомнить. Давайте повторим, чтобы я не напрасно говорил, как Павел Апостол говорил, что боюсь, не напрасно ли я у вас трудился. Иногда, вы знаете, тут проповедник стоит, тут проповедует, говорит, напрягается, а потом, когда спрашиваю, а что он вообще говорил, никто ничего не помнит. Я думаю, ну что ты стоял? Надо было просто поставить на экран и пускать на экран какие-нибудь стихи, и то, может быть, кто-то лучше запомнил. Поэтому давайте вспомним, о чем мы говорили сегодня. Итак, три голоса в церкви должно быть слышно, Дух Святой их хочет слышать. Какие? Первое. Голос радости и веселья. Раз. Второе. Голос любви. И третье. Голос хвалы и благодарения. Это, братья и сестры, церковь Божия. Мы об этом молимся, мы об этом над этим размышляем, над этим думаем. И это как раз говорит о том, что совершил для нас Господь. Давайте прочитаем как раз перед преломлением то место, которое мы обычно читаем, записанное в послании, первое послание Коринфянам, и мы будем приходить к славе, хвале и благодарности нашего Господа за то, что Он совершил и сделал. Я читаю 23 стиха. Это 11 глава первого послания Коринфянам. «Боя от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, ешьте, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чаша после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб сие и пить или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Так что, братья и сестры, согласно этого текста, в чем было их недостойное принятие? Иногда мы говорим, что мы недостойно принимаем, когда, ну, что-то, допустим, бывает такое, что муж с женой что-то, ну, не поделили дома, произошло несогласие. Она говорит, давай поедем на одной машине, он говорит, нет, ты едешь на своей, а я на своей. Она говорит, так экономить надо бензин. И вот из-за этого произошла у них, допустим, стычка такая. Потеряли настроение, наговорили неплохих слов друг на друга. И все. И они считают, что я теперь уже недостойный принимать вечерю Господню. Надо подождать, пока утихнет мое эмоциональное состояние. Надо как-то вот помолиться, попаститься, может, недельку. А потом уже я приведу себя в порядок, вот, да, я уже готов. Но так не написано, не делописание. Если ты сознаешь, что ты не прав, кайся немедленно. Звони своей жене или мужу, говори, прости меня, я был не прав, вот, хочу покаяться, извиниться перед тобой. Здесь говорится, что человек, не написано так, что испытывает и пусть не ест, как обычно это учат. Или как бы вывод делают из этого. То есть испытай себя, вот ты что-то неправильно сделал, и если, не дай бог, там у тебя сердце осуждение какое-то, ты не ешь, иначе ты умрешь. Так не написано. Здесь написано «испытывай и ешь». Или по-другому вы читаете. Может быть, в вашей Библии по-другому написано. Но у меня написано «да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей». Вы знаете, я читал как-то такие исторические заметки по отношению, как в первопостольских церквях в первом веке совершалось преломление. И если человек приходил на собрание, и он не участвовал в преломлении, а преломление у них было каждое воскресенье. Мы читаем об этом, что они регулярно в первоапостольской церкви собирались, а потом в служении в церквях, там, где насадил апостол Павел, там преломление совершалось еженедельно, раз в неделю в воскресенье. Это была практика всех церквей того времени. Обязательно в воскресенье, когда они собирались, в любое воскресенье было преломление. Все вспоминали смерть Господню и возвещали Его победу. И когда человек приходил и не участвовал в преломлении, на него сразу смотрели и все спрашивали, брат, что с тобой случилось? Ты что, не веришь в Иисуса Христа? Ты что, не хочешь возвещать Его смерть, что Он умер? За тебя ты не хочешь возвещать Его победу? Что с тобой произошло? Ну и он там начинал оправдываться и то другое. Когда Он на второй раз приходил, второе воскресенье, на собрание, и тоже не участвовал, тогда Его брали на особую беседу, беседовали с Ним. И если Его не разбирали, в чем вопрос, пытались Его привести к покаянию, если что-то, то ничего у Него такое было. А если что-то не так, выразумляли Его, наставляли Его, и Он опять принимал. А если Он не каялся, тогда с Ним поступали очень просто. Как мы знаем, исключали Его из церкви или брали на замечание, чтобы человек исправил свое поведение. Вот так вот было в первых церквях. А сегодня сделали такой принцип, что если у тебя что-то не так, ты не вкушай, иначе с тобой плохо будет. Так не написано ни где. Написано «испытай себя и ешь от всего хлеба и пей чаши сей». Что значит «испытай»? «Испытай» — это значит «проверь себя в состоянии по Писанию». Если ты был в чем-то неправ, покайся, это уже немедленно. Если по отношению к человеку, покайся перед человеком. Если не можешь покаяться, дай слово перед Господом, что я обязательно позвоню ему или встречусь с ним, и обязательно перед ним покаюсь, и возвещай смерть Господню. А иначе получается, ты не хочешь возвещать смерть Господню, ты не хочешь возвестить ту победу, которую Христос совершил. Вы помните, в израильском народе был такой закон, и очень строгий был закон. Душа, которая не будет участвовать, помните, не будет есть агнца пасхального. Что было о ней сказано? Истребиться, душа-то из народа. Это было очень строго. То есть любой человек должен был бросать все свои дела, приводить свою жизнь в порядок и бежать на то, чтобы приготовить пасхального агнца и совершить вот этот праздничный обед, перед Господом, всеночный обед. Они вспоминали тогда, что совершил Господь, и совершали это служение во славу Бога. И Писание строго говорит, кто не будет этого дела истребиться, умрет. И поэтому люди, от чего они умирали? От того, что они, как вот здесь говорится, они рассуждали о теле Господне. Не думали о Боге, что Бог совершил, что Он сделал. Не приводили свою жизнь в порядок, к тому, чтобы принять, рассудить, что Господь за меня умер. Я каюсь, Господь. Это победа, это то же самое, что как Господь вывел когда-то народ из Египта, дал им свободу, так и сегодня вывел нас из рабства тления, из рабства греха, смерти, проклятия, и дал нам свободу. Братья и сестры, это праздник свободы. Вы посмотрите, вот как коммунисты празднуют вот этот праздник свободы, например, там, в бывшем Советском Союзе. Прошло уже там сколько лет, вот как та война закончилась, Вторая мировая, в 1945 году, это сколько лет уже? Сколько, кто умеет считать? 55 да плюс 10, 12, да? 67 лет прошло уже после этого, как война закончилась, а они празднуют праздник победы. Регулярно, каждый год. Устраивают парады такие. Мы победили, вот, гитлеровскую Германию. Выстраиваются там, не жалеют кучу денег. А христиане не могут праздновать праздник победы, что Господь совершил. Говорит, не буду праздновать. Что это такое? Это плохо, это плохое состояние человека. Человек вообще не понимает, что это такое. Поэтому, братья и сестры, для нас это праздник, праздник победы, праздник того, что совершил Господь, то, что мы сейчас и будем с вами делать. Испытываем себя, согласно Писанию, испытать себя, это означает посмотреть на себя со стороны, как Господь смотрит на меня. Покаяться, если надо, признать себя верным Богу, достойным в очах Божьих через жертву Христа и вспоминать его победу, которую он совершил над грехом, над дьяволом, над болезнями, над всяким проклятием. Да будет имя его просто.